Микс Ньюс Любители, начинается программа «Синема», Олег Пьехов студии В общем, давайте я не буду делать тайны, что я сегодня не один Но со мной вместе актер театра кино, телевидения, исполнитель, который служит в Рижском русском театре Павел Гришков, здравствуйте, добрый день Здравствуйте, добрый вечер Или добрый день, или в любое время суток, когда смотрят Здравствуйте Да, ну и перед тем, как мы начнем говорить о новом фильме, нашем латвийском, который выходит на экран Я скажу два слова еще о других картинах, которые можно будет посмотреть И вот одно из, наверное, центральных самых больших событий вообще недели Ну, прошедшая, наверное, неделя все-таки на Международном Венецианском кинофестивале наградили победителей И вот «Золотой лев» получила «Земля кочевников», китайская женщина-режиссер Но с американской актрисой Фрэнсис Макдорманд в главной роли И вот специальный приз жюри получил фильм Андрея Кончеловского «Дорогие товарищи» Я знаю, что вы уже там анонсировали, что будут показывать у нас в Риге Так что вот жизнь продолжается Многие жалуются, говорят о том, что очень мало картин выходит на экраны И это, ну, естественный какой-то вот, я бы сказал, процесс Поскольку из-за коронавируса закрыты кинотеатры Китая и Америки И в результате этого большие-большие премьеры их просто придерживают Ну вот ждут каких-то уже более хороших времен, потому что, ну, любой фильм Хорошее слово, хороших времен Да, ну и понятно, что фильм, если у него бюджет по 200 миллионов В общем-то, очень обидно его выпускать там в нескольких кинотеатрах И с рассадкой там в шахматном порядке Особенно вот как это происходило в последнее время Но вот у нас на следующей, вот буквально, нет, вру, на этой неделе Сразу несколько премьер Тут и история Дэвида Копперфильда И детский вот фильм «Мой друг мистер Персиваль» Еще одна вот детская картина «Войнушка с дедом» Там Роберт Де Ниро играет на пару с маленьким мальчиком Который, в общем, получается так, что дочь забирает, ну, старика отца Поселяет в своем доме, но выселяет из комнаты Поселяет его в комнату своего сына А сына выселяет на чердак И он, ужасно, обидевшись на деда, хочет всячески выжить деда из дома Ну, в общем, американская комедия Столкновение молодой поколения и старого И старого, да Попытка, ну, я вот не знаю Там был вот «Деннис Угроза» Такий вот в 90-е годы популярный фильм Мне кажется, такие отсылки к этому Но я вот, судя только по трейлеру Мне кажется, что фильм, конечно, не самый лучший в фильмографии Де Ниро В «Сплендед Пелос» можно будет посмотреть «Дилершус» Ну, или «Наркомама», как ее, по-моему, назвали в российском прокате Картина с Изабель Юпер Очень интересное кино То есть французская комедия о том, как респектабельная женщина Сотрудничавшая с полицией, даже переводчица Она внезапно становится обладательницей Ну, вот, крупной партии наркотиков Ну, практически все как в анекдоте Когда там, где вы храните наркотики Иначе вас расстреляют А они в колодце Переводчица говорит Он отказывается, лучше расстрелять Это не скажет нигде Ну, и вот затем она пытается эти наркотики сбыть И, кстати, вот еще в Доме Москвы Интересная премьера Она перенесена была с апреля Ну, не только у нас Но и в российском прокате Стрельцов Это про футболиста Эдуарда Стрельцова Легендарный футболист Играет его, как всегда Петров Он теперь и футболист Он теперь и футболист То есть, я просто поразился уже Ну, вот, наверное, нет ни одного российского фильма Где бы не было Петрова Ну, и, в общем, очень все достаточно стандарта Но там есть немножко такой криминальной истории То есть, вот этого футболиста пытаются посадить в тюрьму Там даже по какому-то ложному обвинению Но ему удается Он должен доказать свою невиновность И принять участие в соревнованиях Ну, и вот мы Молодец, Петров Что можно сказать? Да, вот, кстати Насколько для актера Актера все-таки такая вот чрезмерная Нет ли вот опасности, что Ведь уже Петров становится, ну, предметом шута Когда это было Козловский Сейчас Петров Сменил, да Петров сменил его И вот, ну, не получится ли так, что вот перенасыщение Какое-то вдруг Я думаю, это возможно Это так происходит Потому что мы уже видим Не зря же появляются шутки Я надеюсь, что у него есть хороший продюсер Который этим занимается И он думает о будущем Он не глупый человек Я смотрел с ним много интервью Он очень интересно разъясняется И ведет свою точку зрения Почему так много его Это хороший вопрос Не знаю, может быть Он боится потерять работу Такое тоже может быть Вполне вероятно Потому что Всегда же хочется быть в обойме Пока ты в обойме Ты работаешь Может быть, надо Немножко интереснее Рассматривать Да, материал Хотя я думаю Сыграть Стрельцова Футболиста Удающегося Это интересно Интересно Я думаю, что Ну, если вы меня спросите Как бы я делал на месте Петрова Я бы сто процентов снимался Потому что Пока ты снимаешь У тебя работает актерский аппарат Ты сам постоянно в тонусе Потому что для актеров Очень важно быть в тонусе Потому что выпасть из обоймы Это легко А потом наверстать это сложно Потому что Тело оно такое Оно забывает Со временем Но ты должен держать его в тонусе И мне кажется Любой фильм помогает тебе Держать себя в тонусе И преодолевать какие-то Не знаю Трудности Вот говоря про трудности Вот эти вызовы Например, сыграть Я представляю Все-таки Не каждый актер может сыграть Футболиста В сборной Советского Союза То есть Или, например Это подготовка Гениального скрипача Или пианиста То есть Это вот Как актеры Берутся вот за такие роли Потому что Он должен Или тот же самый Упомянутый Роберт Де Ниро Когда он сыграл Разъяренный бык Практически Чемпиона мира По боксу Это что же Это Ну смотрите Кино Оно же Тема интересная Что ты можешь проживать Разные жизни И Конечно же Можно немножко Приврать С правильного ракурса Снять Потом правильно Смонтировать Это возможно Всегда в кино Снимать На зеленом экране Все, наверное, знаете Вот Это, конечно Дает возможность Немножко Улучшить Результат Но я думаю В этом смысле Петрову пришлось Побегать Ведь футбол Я тут недавно Играл Со своими друзьями Футбол И понял Что без подготовки Ну не получится Ну не получится 90 минут бегать Ну не получится Я как начал бегать Думал Ну вытерплю Я все-таки спортсмен Думал Вытерплю Я бегал Бегал Ну где-то На 25 минут Меня хватило Потом отдышка Потом уже тяжело Потом уже Не можешь собрать Себя воедино И я думаю В любом смысле Для Петрова Это тоже какой-то уровень И возможность Сыграть человека Ведь Когда тебе дают Возможность Сыграть какую-то роль Ты во-первых Играешь человека Знакомишься С его судьбой Принимаешь Его жизнь На себя Пытаешься понять Почему он поступает Так или по-другому Как ему было тяжело Что он Но чувствовал И для актера Мне кажется Самое важное Да Может быть И то Что вы сказали Очень часто Но Знаете Мне кажется Молодость Она уходит А потом уже Как говорится Надо Кувать железо Пока горячо Я думаю Что Как актер Он не пропадет Даже при том Что он много снимается Мне кажется Всегда же приходит Та роль Которая тебя Поднимает Еще чуть выше Ну С Декаприот Ну то же самое Как бы Кажется Что они все Похожи Роли Да Но каждый раз Он что-то новое Призносит Ты как-то Смотришь на него И думаешь Ну Молодец У кого-то есть Вот одна роль Иногда бывает Что вот Да Ну Готовится Столько Столько Готовится Ничего не бывает Так просто Случайно Отрицательные роли Я просто Сразу нашим слушателям Скажу Что Павел Гришков Он сыграл В фильме Смена Который выходит Наш латвийский фильм Сейчас на экраны И роль Я понимаю Все-таки Отрицательная Да Как-то Мне так Завелось Играть Отрицательных Персонажей В кино Ну наверное Из-за внешности Из-за внешности Как-то Неоднозначно Моя внешность Она дает Возможность Людям думать Что я все-таки Негативный герой И во мне Есть какая-то Загадка Которую все пытаются Разгадать Наверное Из-за этого Хотя я в жизни Я очень добрый человек Я очень позитивный Я очень Эмоциональный Живой Жизнерадостный А вот кто На меня смотрит Думает Ну так Паша сейчас играет Так Это какой-то Дядька Не такой Прост Как кажется Но интересно Играть Отрицательных Персонажей Потому что По-моему Кто-то даже Говорил Голливудский Актер Севестер Сталлоне Вот я даже Завидую Потому что Мне кажется Иногда Что сыграть Злодея Гораздо Более Интересно Чем сыграть Много позитивного Положительного Ну что Но все время Он там Бабушек Через дорогу Переводит Я думаю Что в любой Роли Есть свой Подвох Или это Позитивное Ну Положительный Герой Или это Например Отрицательный В любом смысле Надо понимать Как человек Мыслит И что же Выборы Перед ним В жизни Стоют Мне кажется Что Отрицательный Герой Он интересней Потому что Тебе Ну сыграть Отрицательное Это легко А сыграть Отрицательное И влюбить Себя Зрителя Вот тут Надо постараться Потому что Нет уже Такого Конкретного Или это Только Отрицательное Или положительное Есть всегда Вот эта середина И человек Всегда выбирает И он Идет по этой Очень тонкому Льду И Или туда Или туда Всегда есть момент Выбора Положительный Человек Всегда пойдет Ну что-то Он все-таки Близко Ему Хороший Результат Ну Отрицательный Но он все-таки Привык уже Как бы К экшену Он хочет Больше мяса Он хочет Больше такого Я сразу Вспоминаю Вот был фильм Голливудские Роковые влечения Там вот Женская была Отрицательная роль Глен Клоус Она играла Ну вот такую женщину Ну неврастеничку Которая начинает Преследовать Женатого мужчину И буквально Потом она там Пытается убить Его жену Его самого Ну то есть доходит До крайности И вот казалось бы Ну такая вот Ну топорный Вот образ Она вложила В это Так что потом Женщины писали Что мы понимаем Вот за вас Вот сволочь же Вот гад бросил Ну то есть Ну вот он же вроде С ней провел ночь А затем бросил Вот понятно Вот мы абсолютно Понимаем вас И вот это вот Ну было интересно Это умение Это очень большое умение Ведь Любая роль состоит Из многих слоев И если ты вот эти слои Раскрываешь потихонечку И человек тебе Начинает переживать Ты хороший актер Ты хороший актер И в тот момент Люди Когда на тебя смотрят Они начинают Сопереживать Ведь когда ты Ну топорно действует Вот как вы сказали Топорно Вот хорошее Белое Черное Все Непонятно А интересно же Прожить этот период Как он до этого дожил Почему произошло так Что с ним Это же Вот не знаю Любая экстренная ситуация Вот человек вдруг включается И ты в тот момент Такой Чувствуешь Вот как Сердце бьется Время останавливается Знаете Это ощущение Ты вдруг погрушаешься Как бы в матовую атмосферу Ты чувствуешь запах Ты чувствуешь Атмосферу И ты настолько проживаешь И если ты каждый момент В кино Насыщаешь Вот этим ощущением То все пойдут за тобой За твоим вот этим влечением Как ты думаешь Что происходит со мной Я Так Так Где я Ты понимаешь Ты начинаешь Понимаете И тогда Человек А что с ним А что с ним Так 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 Он же Так Ага Верю Верю Те кто нас слушают Наверное Не видят То что сейчас Павел Изображает Загляните К нам На Микс Ньюс Посмотрите На Ютюбе Запись Я думаю Что вы Оцените Я наверное Извиняюсь Перед слушателями Которые сейчас Слушают нас в радио Но я хочу Передать то Что Очень важно Как актер Не просто Говорить слова А проживая телом Ведь Любой хороший актер Во-первых И живет телом Тут разные Есть жанры Или это Театр Где главное Это слово Да Или Это например Действие Ну в кино Или в любом жанре Вот Давайте вернемся К нашему фильму Я могу просто О профессии Очень много Говорить Конечно А у нас есть Кстати звонок 670 12 93 9 Телефон Здравствуйте Здравствуйте Говорите Добрый вечер Здравствуйте Идет передача Острельцовой Об Эдуард Правильно я понял Ну не совсем Нет Мы говорим Про фильм Смена Майня Нашим латвийским Просто я А я хотел Немножко Ну рассказать Я в 66 году Ходил На Стрельцова Самоволку Правда Да вы что Оу Был финал Кубка Динамо Киев Торпеда Ну Вживую смотрел Тогда правда Торпеда проиграла Ну вот Ну так что Спасибо Спасибо Раз уж позвонили Раз уж позвонили Скинул Да Нет Подождите Подождите Вы с нами еще Ну вот Хотел вам задать вопрос Мне же тоже интересно Раз вы позвонили Скажите пожалуйста Какое впечатление Острельцовой Вы тогда получили Как Как футболисте Вообще-то Я не могу быть объективным Потому что Я был за Киев Все понятно Ну спасибо вам большое Мне просто было интересно Спросить у вас Ну нравился мне Его техника Да Вообще-то Я от Кипиани балдел В свое время От Бышевса Анатолия Да От Слицова Конечно Мне игра-то нравилась Да Его плотность Он такой был Ну сильный Как Знаете Цепкий такой И мощный Как бы Как вот Марадон Он как бы От него отскакивался Он технарь был Как он отбил мяки Как он Вот если нас слушали Мы сейчас Спасибо Спасибо вам большое Спасибо Извините Что я так Мне было просто интересно Раз человек позвонил Но все-таки Всегда хочется Понять для чего И что он хотел сказать Смотрите Человек очень тоже Вот Проникся Темой Услышал Очень Очень для себя Знакомые Фамилии И вдруг нам позвонил Очень Очень радует Давайте вернемся Действительно Кто Кто все-таки Пригласил Позвал Каким образом Оказались А можно я чуть-чуть Вот Хочу Кое-что От себя Начать Потому что Может быть Кто-то из зрителей Еще подумает Что мы о Стрельцове Говорим и о Петрове Так просто начали Мы сегодня Говорим о очень Интересном проекте Проекте Новом фильме Одного Молодого Режиссера Латыша Который Закончил Своё обучение В Таллине Заканчивал Его Уже В Сараево Ренни Скалвинч И вот Он снял Своё дебютное Кино Свой Фильм Полнометражный Фильм О Риге О Человеке О молодом Человеке Который Совершает Свои Выборы В жизни Под названием Майне Вот В это Сложное Время Когда Вот Еще Кинотеатры Не до конца Работают Как вы Олег Сказали Не начались Осознанные Походы В кино Многие Смотрят Кино Дома Мы хотим Чтобы вы Вас Заинтриговать Этой Картиной Под названием Майне Которая Говорит О ночной Жизни Риги О интересных Ситуациях Связанных С такси Ведь Многие Из нас Наверное Из вас Зрители Слушатели Слышали О том Что Есть такая Интересная Ситуация Когда Ты приезжаешь В Ригу Что есть Специальные Таксисты Которые Заламливают Цену Делают Ее большой И потом Ты за 50 евро С аэропорта Едешь До Риги До центра Риги Вот И там Эта история Как раз Рассказана Ну Это не только Тут Мне кажется Везде Везде Часто Пользуются Тем Что Не умеют Но каким Образом Вот Каким Образом Пригласили В кино Вот каким С Рейнисом Удалось Это была Инициатива Рейниса Или Рейнис Искал Такого Персонажа Он вам не увидел Это Но не главная роль Я понимаю Это не главная Это Я бы сказал Опять же Как мы Вы хорошо подметили Это Отрицательная роль Это Роль Моя роль Заключалась в том Что я Владелец Стриптиз Клуба Массажного Салона Можно так Его назвать Где Происходит Одно Из Действий В которое Вот Погружается И становится Участником Которого Как раз Марк Это главный Главный Актер Нашего Фильма И И мы Потом С ним Встречаемся И несколько Раз Пересекаемся Потому что Марк Из-за своей Неопытности Из-за Желания Быстрых Денег Совершает Нехороший Поступок Из-за которого Я потом Его Нахожу Мы Выясняем Свои Отношения И я Его Наказываю О боже Ну Да Жестоко Наказываю Вот такое Да Это Латвийская Версия Таксиста Опять С Робертом Дониро Помню Этот фильм Или что-то Это Или это Современно Уже Другой Я бы сказал Что нет Это драма Криминальная Драма Я бы сказал И это Кино Оно такое Как вам сказать Кино настроение Рейнис Очень интересно Мне было с ним работать Потому что Рейнис Он Интересно Показал Ригу Он Когда снимал У него было Интересно Что Интересно Было То Что Он Настроение Передал Риге В краске Цвет Там Очень Интересный Я думаю Если кто-то Не был В Риге Ему было бы Интересно Приехать И посмотреть Как здесь Мы сейчас Буквально На пару минут Прервемся После чего Продолжим Наш разговор Программа Синема И исполнитель Одной из ролей В фильме Майня Смена Павел Гришков В нашей студии Мы продолжаем Программу Синема Павел Гришков Актер Рижского Русского Театра Актер Театра И кино В нашей студии Вот мы говорим Про новый фильм Смена Майня Который выходит На этой неделе На киноэкраны Фильм про таксиста Который попадает В сложные ситуации Я понимаю Что чем-то Напоминает Романы Чейза Где хорошие люди Совершают Какой-то Необдуманный поступок И вот это Становится Роковой цепочкой И вот дальше Они уже Попадают в эту трясину Именно так Я с вами Полностью соглашусь Да Наверное Надо еще Уточнить И сказать Всем слушателям Что премьера Уже состоится завтра Завтра Начнется премьера Не только в Риге Но и по всей Латвии Можно будет пойти Посмотреть Поддержать Молодого Талантливого Режиссера Который Снял Интересный Фильм О Риге О Риге Вообще Я вот когда Готовился Прийти к вам На программу Я же тоже Получается Тебя выбирают На конкретную роль И потом ты Как-то Соближаешься С съемочной группой Пытаешься А начинаешь общаться Это как на любом Не знаю Там Корпоративе Мероприятие Везде Вот И ты потихоньку Начинаешь Раскрывать Какие-то моменты Личности человека И с Реннисом Было так Что я вот буквально Ну мне очень понравилось С ним работать Он очень интересно Работает Он очень любит Чтобы люди Проживали И были настоящими Ну это Это очень Хорошее качество Для режиссера Не переигрывали Не что-то добавляли Сверхъестественно Чтобы было Вот конкретные вещи Вот Ну держаться Вот конкретных вещей Которые тебе Создает этот образ И вот Реннис Как раз такой Потом я начал Его узнавать побольше И мне очень было приятно Что вот эта мечта его Наконец забылась Ведь Когда я его спросил Ну как вообще получилось Что вот Молодой режиссер Из Риги Поехал Учиться в Таллин Потом заканчивал обучение Как бы В европейской среде Он поехал и в Саратова Не Саратова А Сараева Вот В Сербии Там заканчивал И уже получал И в результате спрашивал Ну вот Тебе не было Страшно Снимать свой Первый фильм Это дипломная работа Первый фильм И сразу Большой фильм И он мне рассказывает Ну Знаешь Паша Это Это же не произошло Вот так вот сразу Говорит Я к этому шел Восемь лет Восемь лет И тогда я понимаю И думаю Вот у человека Была мечта И вот она сбылась И я был Одним из составляющей Вот этой мечты И мне было так приятно Потому что Знаете Когда вспоминаешь Те старые времена Когда Рижская киностудия Была одной из лучших Киностудий Вообще Всего Советского Союза Ленфильм Мы были на одном уровне Даже чаще С Ленфильма Приезжали к нам И снимали Потому что У нас была Такая какая-то Атмосфера Такая творческая И актеры Все западные Все фильмы Где происходило Действие на западе Показывают Нью-Йорк А там Кафейница Вдруг на улице Написано Где-то Поглядели Поэтому Я Так очень Обрадовался Что Рынис молодец Он не испугался И сделал И очень рад Что Рижский Латышский кинофонд Его поддержал И Помог ему Реализовать эту мечту Я очень Очень бы хотел Чтобы Зрители Сходили Посмотрели И если посмотрели Они дали бы Свою оценку Ведь Знаете Молодым талантам Очень сложным И Сложно Не только потому Что Никто не ходит А потому что Никто не приходит И потом не говорит Хорошо это Или плохо Ну ты не можешь знать Нравишься людям Или нет Мне Могу сказать одно И я Я Наверное Не снимался В таких кино Как вот снял Рейнис Он попытался Создать Какую-то Атмосферу У него есть Некоторые кадры Которые были Такие длинные Атмосферные Он не снимает Вот Крупным планом А он начинает С конца Показывает Атмосферу Он такой Дает Знаете Запал Запал Такой Ты уже Погружаешься Вот этот Запах Такой привкус Тебе Ну что дальше Что там И я Я честно сказать Не видел Это вот мое впечатление Которое я видел Когда на съемочной площадке Пару кадров было Мы снимали там В депо И он не просто снимал Ну депо Там получается Как бы История в том Что мы находимся В депо Таксистов И как там Ночью Например Происходит Работа И он снимал Как Вот Марк Идет По этому депо А там Происходит Сварка Красивый кадр Летят Вот эти Кусочки Искры Да И он идет И красиво Переход Такой сразу Мы появляемся внутри Это такое Дает настроение Какую-то атмосферу Ну не знаю Я Я еще не смотрел Мы посмотрим Восемнадцатого У нас будет премьера Для всей съемочной группы Но я думаю Что Во-первых Надо поддержать Во-вторых Надо Идти в кино И поддерживать Наши кинотеатры Потому что Если не мы То кто Вот И потому что Конечно же Смотреть Интересное кино Надо А Меня вот Еще один Все-таки вопрос Интересует Насколько Часто Русских актеров Приглашают В Ну Национальные проекты То есть Что для этого Требуется Нет ли здесь Ну как Обычно Русских актеров Там используют В Голливуде Например Ну понятно Там на роли Злодеев Там или каких-нибудь Ну то есть Вот нет ли здесь Каких-то Именно сейчас про Латвию Спрашиваете Я спрашиваю Про Латвию Да Вот насколько Ну мне повезло И многим Из моих Коллег Тоже повезло Ведь В позапрошлом году Мы сняли Замечательный Сериал Под названием Красный лес И как раз И как раз Там была тема Русского Время В Латвии И вот как раз Вот Межи Бралисов Которые Прятались В лесах И там как раз Нужны были Русскоговорящие И это был уникальный проект Ведь в этом проекте Был латышская И мне кажется И даже И даже появляются Только зритель Отреагировал То есть Для меня было Например Очень важно Что я увидел Что собирают Фильмы латвийские Абсолютно Даже больше Чем например Голливудская продукция То есть зритель Выбирает Это очень Родное кино Это фантастика И вот это вот Было интересно И было очень интересно Увидеть Что кино Очень разное То есть снимается Латвийское И для молодого Есть исторические драмы Есть молодежные Какие-то Прекрасные Там картины И есть Какое-то Может быть Более такое Артхаусное кино Есть более Коммерческое кино И вот это Разнообразие Меня поразило Что этот год Был очень Насыщенный И мне кажется Это как Возрождение Какое-то Вот я Сейчас тоже Вас слушаю И вспоминаю Свои ощущения Действительно Это настолько Радует Вот действительно Радует Что Есть кто Может сделать Мы способны Надо просто Помогать Помогать И развивать Эту индустрию Ведь помню Действительно Вспомните Эти годы Когда Рижская киностудия Владела таким Капиталом Творческим Не только Ну как бы Своими помещениями Которые сейчас Сдаются под арену К сожалению Вот Как-то так Именно поэтому Именно поэтому Я думаю Что Надо И ходить В кинотеатры Поддерживать И смотреть Отсматривать И Молодые Тонуланты Должны Рождаться А мы И должны Поддерживать Вот так Наверное Хочу сказать Я сегодня В каком-то Хорошем Ощущении Пребываю И вот Понимаю Чуть-чуть Чуть-чуть Посложнее Не только Кассами Оцениваются Для меня Например Недавно Было Очень приятное Ощущение Я сыграл Тоже Отрицательного Персонажа В Красном Лесе И Подходит Ко мне Латыш И Смотрит На меня Пристально Ай А ты мне нравился Ну хотя Ты мне нравился Я такой Думаешь Вау Значит Я оставил Его Неравнодушным Ведь Персонаж У меня Там Был Такой Тоже Ну Тяжелый Тяжелый Потому что Человек Должен Был Провозглашать Режим Своего Государства Когда ты Являешься В армии Ну Как говорится Повелительным Отделом Ты должен Заставлять Людей Повиноваться И ты не можешь Сказать ему Ну Пожалуйста Отойди Пожалуйста Отойди И Если ты не Отходишь Ну тогда Действовать Люди боятся Когда люди Боятся Они Слушают А помогает Вот это Актерство Умение Актерствовать В жизни Реально Вот включить Такого Ну вот Вроде бы Добрый-добрый А если вдруг Ну не знаю Там подошли Там попросить Закурить И вот Резко Включить Такого Конечно Помогает Это же Такая Способность Ну Это же Не просто Вот Играешь Это Энергетика Я В себе В тот Момент Аккумулирую Энергию Которой Я могу Действовать Ведь В карате Например Что ты Делаешь Когда ты Собираешь Энергию И выпускаешь Точно Ты же Всю Свою силу Упускаешь В одно место Точно Так же И актер Я считаю Что наверное Есть люди Которые Способны Заставлять Гипнозу И это Тоже умение Которое Очень Фокусирует Твою мысль Я вот сейчас Олег На вас смотрю И я смотрю Как вы начинаете Нервничать Потому что Я очень На вас Сейчас Концентрировался И пытаюсь Вывести вас Куда-то Где может быть Не часто Бываешь И поэтому Я думаю Если правильно Поступить Любого человека Можно остановить Надо просто Быть Смелым И не бояться А как же Говорят Смотрите Когда на тебя Нападают Первое Что кричи В ответ Кричи Ты прям Он не ожидает Такого действия Мне Мне знакомый Есть Он тоже Каскадер В Латвии Сергей Федоров И он говорит Мне так Он Занимается Единоборствами Он Тай-Чи Цуани И преподает Тоже ММА И он говорит Так Что Если ты правильно Поступишь В правильный момент Ты можешь Перебить человека Ведь он же Тоже Когда идет Например На дело Или идет Тебя красить Он себя Собирает Я должен Ты же не знаешь Этого бэкграунда Почему он идет Он например У него нет денег Ему надо заплатить Это он Поэтому вышел И сейчас готов Это сделать Он себя набрал У него сейчас Вот выплеснется Он Отдавай деньги Или что Че Ты че Пошел отсюда Это же Вот Вы помните Этот момент Когда На зоне Уже говорят Ну как На зоне Я сейчас так Перепрыгнул Но Очень важно Когда ты попадаешь В места Лишения свободы Там Все-таки Работает Очень сильная энергетика Насколько человек Способен Там не даже Сила А насколько Ты можешь Собрать Людей Энергию То есть Да Простите Пожалуйста Мы Я еще Хотел поговорить Спросить Про Российское кино Приглашают ли Наших Я знаю Что из Театра Русской драмы В движении Вверх Кирилл Затя Мой Однокурсник Я так за него Рад И вот В принципе Насколько Все-таки Есть Как часто Приглашают Сниматься Или В сериалах В картинах Насколько Это Тоже Возможности Могло бы быть чаще Я так скажу Но Знаете Есть еще один момент Что Сейчас очень много Большая Перепродукция Мне кажется Актеров Их очень много И это Наверное Одно из моментов Почему Наверное Сейчас Не так Востребовано Например Из Балтии Но Если ищут Какого-то персонажа Именно Под какой-то Типаж То бывает Бывает Знаю Что У меня были Пару возможностей Сняться В России И я ездил У меня очень Интересный Опыт Есть Когда Я когда Но это было Не кино Больше Коммерческие Рекламы И я Как только Поступил На курс На втором курсе Я попал В претенденты На роль Гермеса В рекламе Сбербанка Вот Это были Олимпийские боги Во время Зимней Олимпийской Олимпиады В Сочи Вы не представляете Я Парень из Латвии Который Учился На втором курсе В Прибалтике Вдруг Становлюсь Рекламным Лицом Сбербанка Я был Очень Польщен Я был Очень рад Это очень интересно И очень приятно Такого рода Реклама Она Способ зарабатывания денег Или это тоже Есть возможность Проявить Найти что-то Интересное В этой 30 секундной Роли Ну Смотрите Мне кажется Любую Возможность Показать Где-то себя Это хорошо Ты можешь Сидеть дома И не говорить Никому О чем Никому Не говорить О том Чем ты занимаешься А здесь Есть возможность Себя показать И Вот я недавно Мы разговаривали Ну нет Что там Никита Матвеев Он тоже ведет На СВХ Плюс Рекламу Про кино И он там Вдруг рассказал О том Он у нас тоже работал Да Мы с ним тоже работали В караоке В студии 69 Но я его знаю Как человека И он мне рассказывал О том Ну как бы он Вспомнил о том Что главный персонаж Такси Вот этот Водитель Он попал же Сниматься Начал сниматься Благодаря тому Что снялся В массовке У него были Настолько выразительные Глаза Что его Режиссер заметил И дальше Началось Мы говорим Про фильм Такси Ну Лёка Бессона Да-да-да Лёка Бессона И вот это его главный Я забыл Как его зовут Сами Да-да-да Именно так И вот Он же попал Благодаря тому Что он снимался Балдахин Его глаза были Настолько энергичные И много в нем Что можно было Прочитать Что он дальше Пошел сниматься Хотя не был Профессиональным актером Я думаю Что Здесь Все зависит От дела случая И у везения Вот сто процентов Везения Мы в такой Какой-то профессии Интересной работаем Где ты вдруг Можешь Столкнуться Не знаю С человеком В проходной И вдруг Поменять свою судьбу Ну да А каково Вот это Действительно Проходить пробы Я читал Господи Кристиан Слейтер Американский актер У него мама Оказывается Она была Специалистом По кастингу И он с детства Ну то есть Он с детства Был на этих Съемочных площадках И он говорил Что я С детства знаю Что такое Надевать Для проб Одежду Которая пропитана Потом Вот твоих Десяти предшественников То есть Это Ну вот Насколько это Все сложно И вот такое Когда ты Знаете Пробы же тоже Разные бывают Бывают так быстро Раз И тебя там Пригласили Быстро спробоваться Ищут и находят А есть такие Которые есть Особенные И вот там Как раз Нужен талант Вот тебе присылают Как же Как происходит проба Вы когда-нибудь Задавались вопросом Как это происходит Тебе позвонил Кастинг-директор Говорит Есть такой проект Вот такой вот Туда Ну а надо Такого человека Готов И я вот Мне кажется Что ты подоходишь Присылает Тебе текст Ты потом Такое читаешь И думаешь Что же Это за человек Тебе ничего Не рассказывают И потом Ты приходишь И тебя снимают Показывают Вот руки у тебя есть Там Рост Все Боку Сфотографировал Все И вот И вот В эти 30 секунд Ты должен Вложить То Благодаря Чему Ты можешь Понравиться Режиссер И если Там не происходит Химии Или вдруг У него нет Настроения Или он не увидел Ну ты как бы Проходишь Это очень вот Такой Ну это Я думаю Я могу сказать Это какая-то Лотерея Наверное Вот лотерея Действительно Хорошее слово И наверное Какое-то Очень Глубокое Желание Вот например Вы Сказали здесь О моем Однокурснике Кирилле Зайцеве Так вот Кирилл В этом смысле Очень интересно У его судьба Случилась Ведь Вы знаете Что он Из Ну не знаю Насколько Вам известно О его судьбе Ведь Он из Владивостока Он поехал Поступать В мореходку В Петербург Закончил Потом он Влюбился Приехал Ну Приехал К своей жене Сюда В Ригу Думал Что дальше делать Так как он Занимался КВН Решил поступить К нам На курс Это уже был Это был на второй курс Он поступает На второй курс Потом Он долгое время Играет в театре Что-то делает Что-то снимает Какие-то роли И вдруг Он очень Целё Я помню В этот момент Он вот Очень целеустремлённо Пошёл Работать Над собой Это И у него были Тренинги Он очень Вот Всю свою Энергию Вкладывал В себя В развитие И вдруг Вот так вот Белов Белов И в тот момент Поработали В нашем Русском Русском театре Был Поставлен Спектакль Про войну Назывался Сашка Кондратьева И вот Этот вот Спектакль Настолько задел И ребята Там участвовали Что вот Кирилл Решил Собрать И сделать Маленький Вот такой Кино Про эту тему И вот К памятнику К памятнику Господи К празднику 9 мая Он сделал его Ну здорово Талантище Я просто восхищаюсь Ну что ж Олег Мы с вами Так поговорили Заговорился Заговорились Но на самом деле Мы все Ходим вокруг До около От того Что выходит Фильм смена Майня В наших кинотеатрах Фильм о таксисте И вот как раз таки Павел сыграл Одного из таких Отрицательных персонажей Который сыграет Такую свою Тоже вот Роль в судьбе героя Фильм наш Латвийский Режиссера-дебютанта Для которого Очень важно Чтобы эту картину Увидела все-таки Как можно больше людей Чтобы какой-то был Отклик Я бы даже сказал так Если есть возможность Вот не знаю Вот Знаете Больше всего Мне кажется Проблематичны Молодежь Это 9-12 класс Когда действительно Не знаешь Что делать И как дальше жить Так вот Мне кажется Было бы интересно Вот именно Вот этой аудитории Сходить и посмотреть Посмотреть на выборы Жизни И когда ты выбираешь Одно Как меняется твоя жизнь Вот если Это кому-то поможет Мне кажется Это вот Уже достигнут Какой-то результат Павел Гришков И программа Синема Спасибо большое И до свидания Спасибо вам большое Хорошего вечера До свидания Субтитры сделал DimaTorzok